Всем привет, с вами Erb, и в этом видео я вам покажу, как создать вот такой игровой эффект. Для этого эффекта понадобится несколько простых текстур. Как их сделать, я показывал в прошлых уроках. Это одна карта нормалей, парочка точек, дым и вот такой трейл. Сначала нужно создать новую систему частиц для орбов. Сразу перейдите во вкладку Shape и подстройте форму под персонажа. Скорость в данном случае абсолютно не нужна, поэтому я ее отключаю. Также спокойно можно отключить ненужные галочки. С помощью мода Burr Spread частицы будут появляться на одинаковом расстоянии друг от друга. Поставьте Radius Sickness на 0, чтобы частицы появлялись ровно с краю. Также нужно отключить появление частиц со временем и сделать разовое появление одной частицы. Выберите ваш материал и выставьте максимальный размер частицы чуть больше. И выставьте нужный вам размер. Ну и не забудьте сменить цвет. И если нужно, изменить время жизни частиц. Также можно сделать частицы в начале и в конце прозрачными для их плавного появления и исчезновения. А чтобы сделать вращение вокруг персонажа, можно использовать Velocity Over Lifetime. Измените второе значение, если вам нужно, чтобы они вращались под углом. Если они сильно отклоняются, используйте Pivot, чтобы устранить эту проблему. Если вам нужно, можете добавить свечение, но из-за этого будет дополнительная нагрузка на игру. Для этого просто создайте компонент Light, отключите его и добавьте в систему частиц. Чтобы свет заработал, выставьте Ration 1. Также можете изменить максимальное количество источников света. Еще нужно добавить следодовращения. Для этого включите вкладку Trails и измените время жизни трейлов. Это зависит от времени жизни частиц. То есть все подстраивайте под себя. Измените ширину трейлов в зависимости от вашей текстуры. Как вы видите, трейлы получились угловатыми. Исправить это можно с помощью минимальной дистанции между вертексами. Вместо стандартного цвета трейла можно выбрать Градиент. Чтобы орбы оставляли после себя огонь, нужно добавить вспомогательную систему частиц. И добавить ее во вкладку Sub-Emitter с основной системой частиц. Вкладка форма не нужна, ее можно отключить. Чтобы огонь появлялся не со временем, а с дистанции, отключите Rate Over Time и выставьте Rate Over Distance. Также скорость не нужна, значение можно поставить на 0. Я выставил временные значения жизни и размера, чтобы было проще воспринимать эффект. Изменю их позже. Не забудьте изменить цвет огня за время жизни. Это зависит от вашей цветовой палитры эффекта. Для огня я использую вот такую текстуру. В текстуре 8х8 кадров, поэтому столько же нужно выбрать в системе частиц в укладке Texture Sheet Animation. А с помощью кривой можно сделать так, чтобы первые кадры проходили быстрее, потому что у меня там просто точки. То есть я хочу, чтобы эта часть проигрывалась быстрее. Не забудьте задать случайный поворот частицам, это очень важно. Также время жизни можно выстоять немного больше, между двух случайных значений. И вот получился очень красивый огонь. Но этого недостаточно, и огню нужно добавить разметие, как будто от огня исходит жар. Для этого просто скопируйте компонент огня. Желательно его переименовать, чтобы потом не путаться. И количество частиц для разметия можно изменить в укладке Emission, чтобы их было немного меньше, чем частиц огня. Также как и огонь, добавьте этот компонент в сабимиттер основной системы частиц. Материал для разметия можно создать, используя стандартные шейдеры Unity. Для частиц отлично подойдет шейдер Particles Standard Until. Выставьте такие же настройки, как и у меня. Качество искажений будет зависеть от вашей карты нормалий. А чтобы отображалось разметие без белого квадрата, выставьте значение Blend на единичку. Таким образом мы отключили Emission материала. Также разметие не имеет цвета, поэтому можно выставить цвета просто белыми. Но прозрачность влияет на силу размытия. Можно его сделать чуточку слабее. И не забудьте применить свойства материала для системы частиц. Также выставьте значение Sorting Fug в укладке Render на единичку, чтобы переместить размытие на задний план, за огонь. Ну и куда ж огонь без искр, поэтому их нужно добавить с помощью отдельной системы частиц. Также добавьте ее в сабимитер с основного компонента. Для того, чтобы искры разлетались в все стороны, нужно выбрать форму сферы и выставить ее радиус на 0. Выберите какой-то простой материал точки для искр. Во вкладке Emission выставьте появление частиц не со временем, а с расстоянием. Выставьте подходящий вам размер, ориентацию и время жизни. Для плавного появления и исчезновения искр можно изменять их размер за время жизни. Для этого я использую вот такую кривую. Выберите цвет, который, как вы считаете, лучше подойдет для эффекта. Теперь, когда работа над первым орбом закончена, можно просто скопировать этот компонент, чтобы создать второй орб, который вращается на противоположной стороне. Для этого надо просто изменить Rotation во вкладке Shape и скорость во вкладке Velocity на противоположную. А теперь самое сложное. Я буду создавать магическую ауру вокруг персонажа. Для нее я также буду использовать дым, что использовал в орбах. Также, как и для предыдущего огня, нужно выбрать нужное количество кадров. С помощью вкладки Emission делаю появление 20 частиц в секунду. Чтобы огонь казался не круглым, а направленный вверх, нужно изменить значение Transform, примерно увеличить его в два раза. И также изменить форму в вкладке Shape. Форма меняется в зависимости от значения Transform, которое вы поменяете. То есть, допустим, если поставить Transform больше в три раза, форму в определенную сторону в вкладке Shape нужно сделать меньше, как в три раза. Но я не проверял. Может на других версиях Unity по-другому. Для огня вокруг персонажа я буду использовать два цвета, черный и фиолетовый. Также я сделаю их немного прозрачными. В градиенте я использую фиксированные значения цветов. Как и видите, черного цвета 40%, поэтому его в системе частиц будет меньше. То есть, будет меньше частиц с черным цветом. Обязательно нужно выбрать случайный угол поворота. С помощью вкладки Velocity Overlock Time можно сделать движение огня вверх. Также с помощью вкладки Limit Velocity Overlock Time можно ограничить эту скорость, чтобы под конец она уменьшалась. Изменяя прозрачность эффекта, можно сделать ее плавное появление и исчезновение. Сейчас огонь выглядит некрасиво, потому что у него сильно большое время жизни. Из-за этого анимация движется медленно. Поэтому нужно время жизни уменьшить. Эффект уже готов, но можно добавить еще искры вокруг персонажа. Хотя мне кажется, что огонь появляется слишком резко, поэтому изменю прозрачность. В принципе, для искры можно было бы скопировать компонент огня и поменять материал, и отключить текстуршит анимешн, но я думаю, лучше создам новую систему частиц. Для искры подойдет простая текстура точки. А чтобы они были не круглые, а длинные, нужно выбрать мод не Billboard, а Stretched Billboard, Render Mode. Чтобы частицы плавно появлялись и исчезали, можно менять не только прозрачность, но и размер. Также нужно уменьшить время жизни частиц и изменить их размер. Также вместо скорости в угланной кладке я буду использовать Velocity Overlattime, чтобы направление движения никак не зависело от формы. Размеры частиц меняйте на свое усмотрение. Также вы можете использовать не Stretched Billboard, Render Mode, а обычный. Для этих частиц можно использовать какой-то градиент, но я сделаю их одноцветными. Также нужно изменить форму, чтобы они появлялись снизу вокруг персонажа. Чтобы частицы не летели выше персонажа, можно их замедлять так же, как и огонь, с помощью лимита и велосипедового Render Mode. На этом все, спасибо за просмотр, скоро будут новые уроки, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы их не пропустить. Ну и пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова